Главного выступления и соответственно обсуждения замечательного текста, замечательных идей. Я просто хочу сказать, что мы рады всех приветствовать на Игнатском факультете. Формат, в котором мы собрались, торжественно называется межфакультетский, международный, круглый стол. Действительно, это очень приятно, что мы с филологическим факультетом, а конкретно с кафедрой Татьяны Дмитриевны Диктовой решили и формализовать, и содержательно подготовить вот такие встречи. У нас достаточно большой опыт работы по филграйдовским программам, по каким-то взаимным научным приглашениям в факультетских конференциях. Но вот этот межфакультетский круглый стол, это такая инновация. Вообще хотелось бы надеяться, что эта работа продолжится, что это не будет только два понедельника. Стакан проносит, нету стакан. Существуют интересы, есть литература, философия. И я с удовольствием передаю слово Татьяне Дмитриевне для того, чтобы по крайней мере рассказать о том, что было в прошлый понедельник, когда заседания проходили на филологическом аппетите, а потом все наше заседание будет вести Игорь Чубаров. Я думаю, что все пройдет как надо. Так что я желаю вам всем хорошей работы. Катяна, мне два слова. Спасибо. Я просто скажу два слова про затею и идею в целом. Обсудить тело и телесность в литературном тексте, что, как я надеюсь, мы понимаем, не просто дань интеллектуальной моде, поскольку сама относительная модность, или не очень уже этого сюжета, это реакция на то состояние культуры, изнутри которой мы пытаемся думать и писать. По множеству разных причин, которые заслуживают отдельного обсуждения, нам важно понять человеческое и личностное не только через акты сознания, но и через многообразие телесно-эмоциональных восприятий, через ту смысловую избыточность, которая обеспечивается самим фактом нашего телесного присутствия в мире, хотя по пониманию по большей части недоступно. И эта недоступность тем более дразнит, что где-то в слоях этого опыта, как нам кажется, как мы подозреваем, прячется загадка свободы и творчества, то есть способности не воспроизводить только уже готовое, но и формировать новое знание. В прошлый понедельник, 19 мая, состоялась дискуссия с участием лингвистов и литературведов, и итогом этой дискуссии, я должна вот с таким удовлетворением сказать, явился не ответ на какой-то заранее подготовленный вопрос, но скорее вопрос, вопрос о том, можно ли, стоит ли, а если стоит и можно, то как? Говорить о единице, телесной единице стиха и прозы и поэзии, стиха и прозы. Какими возможностями, иначе говоря, мы располагаем, чтобы выявить взаимосвязь элементарного чувственного опыта, как шаг, как вздох, как взгляд, как жест. И с одной стороны. И с другой стороны, способ организации художественного текста, способа восприятия художественного текста. Мы говорили о том, что не для литературоведения, а скорее для литературы, это совсем не новая тема. Можно вспомнить хрестоматильную в английский строчку «A poem should not mean but be». То есть произведение не только значит, или буквально не должно только значить. А именно инвентаризацией значений привилегированных, важных или всех подряд часто занимается литература и видение. Но сама по себе задача, если вдуматься на четническое, не то чтобы бессмысленное, но какая-то сомнительная в своем существе, произведение есть, есть и есть не иначе, как во всей полноте отношение к нему читающего человека. И вот, собственно, разговор ходил вокруг того, как эту самую полноту можно описать хоть в каком-то приближении. Тут заодно можно вспомнить и Флаберовский идеал, книги «Ни о чем». Книги, которые замечательны именно тем, что принципиально отказываются значить и вызывающим образом. Книги, как он писал, которые похожи на гору или на большое животное. То есть она действует как природа на все органы чувств и ума, и воображения каждого человека, на всех по-разному, и притом неотразимо. И вот каким образом эти действия описать во всем спектре, от материально-физиологического до символического текста, собственно, это большая проблема, потому что порог восприятия оказывается невидим, прозрачен, незаметен. Работа в этой плоскости едва ли опробована по-настоящему литературоведением. Именно в силу того, что литературоведение по большей части сфокусировано принципиально на структурах текста как таковых, на тексте как объекте, а не на действованиях, то есть не на его перформативной силе и природе. Мне кажется, что разговор наш в двух частях, в частности продолжающийся сегодня, это важный шанс, один из шансов для литературоведения приобрести желаемое искомое качество, то есть превратиться из области архивирования историко-литературных фактов в полноценную теоретическую и полноценную гуманитарную науку, то есть поле исследований человеческой субъективности, которое сама к себе относится через играющее слово, через метафорическую речь, через текст, понятый как вид жизнедеятельности, а не как привилегированный объект. Вот об этом мы говорили в течение трех с половиной часов в прошлый понедельник. И мы очень надеемся на вклад Валерия Александровича в большое и важное развитие этого разговора. Спасибо. Я вот хочу представить нескольких некоторых наших спикеров. Помимо Александровича в нашей беседе с Еленой Дмитриевной будет в прямой части Анки Хеник из Свободы университета Германии, Берлин. И вот дальше мы построим работу так, что доклады там будут 15-20 минут, наверное, да, такие сообщения. И потом наши коллеги, которые согласились участвовать, ну я здесь вижу Бориса Дубина, еще Сергей Николаевич Зенкин должен подойти. Пришел, да, я это совершенно заметил. Вот Сергей Александрович Ромашко, Гвина Петровская, Экран Сон. И вот я просто сейчас отвлекся, может, еще кто-то... Давайте передам мне текст Зенкину. Вот, я прошу, что вы пришедете. А, еще не пришел? Уже когда выступят спикеры, объявленные через меня уже тогда с вопросами, с какими-то эфирами. Ну поскольку я сейчас вам дам, да? Наши беседы есть 2 часа, может быть, больше. Вот, поэтому, надеюсь, все будут экономить. Пожалуйста, я думаю, что Александр, как вы собирался, начнет, потом мы уже будем двигаться. А это включать или как это? Да, Александр, включать не надо. А, не надо? Просто так, записи будут мешать. Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить Татьяну Дмитриевну, прежде всего, конечно, и, ну, потом, естественно, философский факультет в целом, что созданы были какие-то условия для того, чтобы я, например, высказался еще раз и напомнил о том, что два громадных тома как-то уже свыше 10 лет курсирует нечитанными. Поэтому, как бы, просьбы тоже иногда автора, ну, хоть кто-нибудь там что-нибудь открыть, почитать там и так далее. В общем, это одна сторона, а другая, я хочу более подробно познакомить с такими теоретическими предпосылками работы над Мимисисом. Ну, все, я не могу, конечно, всю эту кухню раскрывать в силу отсутствия просто необходимого времени для этого. Но кое-какие-то моменты я, вообще-то, постараюсь раскрыть и делать буду это подшагово с точки зрения своих каких-то задач. Поэтому, собственно, задача будет выкристаллизовываться в ходе моего изложения. Значит, первое – это самое главное, такое, то, что должно быть всем понятно, во всяком случае, как общий лозунг. Это попытки ввести литературный опыт в области философского размышления, философской традиции и так далее. Но ввести не за счет литературности, а за счет той метафизики, которая была невостребована в течение... Ну, я не знаю, у нас здесь нужно быть осторожным, но, во всяком случае, европейская культура, как она проходила свои маршруты, этапы – это одно дело, а другое дело, как мы их проходили. Поэтому здесь, к сожалению, возникает такой феномен опять какой-то русскости, особенности этого несчастливого пути. Но, тем не менее, здесь такое различие существует. Поэтому какие-то проблемы, которые я здесь могу поставить и ставлю, живя в этой стране, я полагаю, они должны быть узнаваемы. И поэтому часть моей работы тоже связана с тем, что я не хочу казаться каким-то совсем уже человеком, оторвавшись от родной почвы. Поэтому ориентируюсь на какие-то источники, которые узнаваемы, но интерпретируются мной иначе. Первая проблема связана с тем, что отношения между литературой и философией, как двумя свободными такими творческими сферами, недостаточно улажено и вообще никогда не рассматривалось. Более того, я более радикально отношусь вообще к истории и традиции русского философства. Я считаю, она никогда не выходила и не смогла выйти за литературный памятник. То есть фактически это часть литературного процесса, кого бы я там ни взял. И то систематизирующее, системосозидательское усилие от Соловьева до Корсавина вовсе не сможет скрыть эту литературную ориентированность. Причем это связано с различными многими стилями, которые используются в основном доминирующие не аналитически, а проповеднически, и характер, и рационализации, и так далее. И особенно сильно эта ситуация связана с символизацией, символикой, мифографиями различным образом, действующими в нашей философской традиции. То есть литературная традиция фактически является основной и мифогенерирующей. То есть фактически литература в период 19-го столетия, включая советский период и сегодняшний период, превратилась в некоторого монстра, который мифологизирует общее сознание и функционирует все время не с точки зрения какого-то критической рефлексии, а с точки зрения уяснения правил игры власти. То есть фактически у нас литература и литература ведения, и история литературы, в том числе и философия, служат политическим целям и политическим источникам. Фактически там, где начинается мифография, философия и литература, там и начинается большая политика. Поэтому идея большой империи – это фактически идея большой политики. А вся наша литература, а в частности особенно классическая, она развивалась под знаком империи, и имперское самосознание не покидало ни одного крупнейшего писателя. Так или иначе, он реагировал на эту имперсность, на нее отвечал, и в ней как бы работал и сохранял свои какие-то значения. Это первый такой факт. Значит, моя задача состояла в какой-то попытке деконструкции вот этой мифографии и вообще вот этих литературоцентрических предрассудков для того, чтобы попробовать создать какие-то условия не вовлеченности в строительство этого общего мифа. Потому что практически, ну, фактически, я просто даже не знаю ни одного писателя, за исключением некоторых, о которых будет особый разговор, которые могли бы каким-то образом осознать себя в рамках вот этой имперскости через какое-то критическое к ней отношение. И вот в силу этой как бы деконструкции я прихожу к выводу, что возможно, что техника аналитической антропологии такой устойчивой, такой наблюдательной позиции, критической позиции, поможет деконструировать как бы вот эту мифологию, в которой мы сохраняем свое имперское прошлое и, вероятно, имперское будущее. Для этого я использую различные источники, связанные с полевой антропологией, с вообще различными теоретическими концептами, связанные с обычной антропологией социальной, культурной антропологией и так далее. Там много очень сделано наблюдений, как вы знаете, очень много открытий. И в любом случае там попытка была всегда очень успешной выявить так называемого наблюдателя. И фигура наблюдателя для антропологии в широком смысле всегда играла одной из главных ролей. И доминировать я очень кратко буду проходить эти этапы. И доминирование было связано с тем, что в ходе вот такого обобщенного взгляда на изменения, которые происходили с конца 19-го столетия практически до настоящее время в области культурной антропологии, социологии, психологии и так далее, других наблюдающих наук гуманитарных, там появилась такая фигура включенного наблюдателя. То есть наблюдатель, который работает на условиях доверия к человеческому разуму. Хотя различие между объектом и субъектом, то есть тем, что мы наблюдаем, и тем, кто наблюдает, существенно, тем не менее субъект может играть на стороне как объекта и на своей стороне. Он играет за счет того, что существует конвенция разума. В конце концов, то, что мы не понимаем в другой жизни, в другом мире, в конце концов, если мы устанавливаем общую конвенцию разумности, то мы получаем в итоге результат объясняющий поведение как субъекта, так и объекта. То есть в этом случае промежуточная структура действует через общечеловеческую ценность, которая является разумом. Со всеми этическими и другими нравственными предпосылками. Но это один момент. Вот такой момент, который мы можем допускать в отношении антропологических исследований, которые мы можем вести на такой отчужденно-сугубо научной почве, это вообще-то очень принятое правило. Здесь нет ничего такого удивительного. Все здесь ожидаемо. А с другой стороны, как освободиться нам от того, в чем мы включены. То есть у нас, по сути дела, не существует той области, которая бы отличалась от нашего наблюдения. Как выйти на наблюдение, ну хоть как-то могло бы отчуждать от себя, отбрасывать разные мифологемы, разные закрытые, полускрытые привычки, что-то считать именно так, на что-то так ориентироваться, национально или политически и так далее. И вот эта работа, конечно, не выполнима одним человеком, но в любом случае это требует такой полной и радикальной деконструкции, потому что нельзя превращать собственный литературный опыт в идеологию, тем более политического свойства. Поэтому эта деконструкция, это не связано с тем, что кто-то вызвался что-то разрушить, а это связано просто с теми проблемами, которые нас ожидают. Надо более трезво и более ясно смотреть на то, что происходит с собственной традицией, тем более с традицией литературы центристской или нашей мифографии. Поэтому я попытался выстроить другого наблюдателя, который очень похож на этого наблюдателя, но все-таки использует какие-то, ну, предположительно более удачные возможности для выстраивания позиций, и назвал его исключающим наблюдателем. То есть это наблюдатель, который не действует через вот такой механизм исключения-включения. То есть имеется в виду, что все, что я не понимаю, я разбираю до тех пор, пока не смогу это включить. То есть все, что я на первых порах исключаю, я буду анализировать до тех пор, пока не включу. То есть фактически исключенное в нормальном антропологическом наблюдении всегда в конечном итоге оказывается включенным. То есть нет того факта человеческого, который бы не был бы вот таким образом не включен. Исключающее наблюдение предполагает более строгое и более отчаянное как бы положение наблюдателя. Он не может поддаваться на какие-то преимущества, которые дает первые позиции. И в силу этого я делаю следующий шаг. Я не делаю это через произвол и самоуправство, а просто обращаюсь к самой литературной традиции. В этой литературной традиции, которая, мне кажется, состоит как бы из двух мощнейших стволов. Это классика, литература традиционного, литература образца. То есть та литература образца, которая в 80-м году конца 19-го века на Пушкинском празднике была утверждена как имперская универсальная позиция мировой русской литературы. Действительно, к этому времени состоялись переводы Тургенева, Толстого, Достоевского. Достаточно много даже было переводов. Удивительно. И молодая русская литература приветствовалась Фридрихом Ницше как необычный, совершенно новый европейский взгляд Европы на саму себя. То есть литература даже включалась в этот опыт. Общеевропейский. Так вот, когда мы начинаем заниматься вот этими различиями, то мы видим, что начиная с Гоголя, через Достоевского, потом через Андрея Белого, Андрея Платонова и существование вообще более малых писательских групп, связанных с одесской группой, влиятельной очень, ну, с разнообразием примыкающих к этой ветви ориентации литературы. Мне позволило прийти к выводу, что в конечном счете почему не предположить, что эти две литературы в одной литературе существуют раздельно. И существуют раздельно за счет какого-то самонаблюдения. То есть фактическая литература, вот традиции литературы... Чего-то, даже не ожидал, что я не выключил. Сейчас я вам... Секундочку. Я выключу сейчас. И здесь в ходе этих наблюдений оказалось, что фактически в рамках того или иного литературного опыта, который я называю основные фигуры этого литературного опыта, который я отделяю, это для меня образцы как бы другой литературы, всегда противостоящие классике по различным условиям и причинам. Там и пространство... Ну и сейчас я не буду касаться этих критериев, они отдельно. Я самое главное хочу выявить, что в рамках вот этого саморефлексия этой литературы, а эта литература неосознаваемо рефлексивна, она все время реагировала на вот этот культурный образец. Никто из этой литературной традиции так не смог преодолеть власть самого языка и борьба с языком, то есть борьба за лучшую форму, привела к тому, что в конечном итоге язык стал доминирующим пространством этой литературы, в отличие, например, от классической тургеневско-толстовско-пушкинской традиции, где классический русский язык достиг своей прозрачности, идеальной чистоты и по-своему никаким образом не отличал себя от реальности. Что говорит этот роман, то есть сама реальность. В отличие от той литературной группы, которой я занимался, где основания для Мимисиса были совершенно другие и действовали совершенно иначе. Вот эта часть, очень важный момент, который я обсуждать начинаю, связан с тем, что как раз в этой литературной традиции невольно возникла ситуация вот такого остраняющего Мимисиса. Это всякий раз этот литературный опыт создавал какую-то необычность и даже вычеркивание, маргинализацию, отказное движение вот для этого литературного опыта. Это было с Гоголем, это было с Достоевским, которого Тургенев на первых порах вообще кроме как за сумасшедшего не считал. И так далее. И кончая Андрей Белый, Андрей Платонов и так далее. Это литература, которая просто никогда не была на каком-то связи с какой-то законченной, чистой формой. Всегда эта литература, находящаяся в том, что я определяю через временность, через то, что эта литература полностью зависит от временности, и всякие пространственные структуры там просто не складываются. Это очень важные методологические посылки, которые позволяют на уровне различия двух литератур создать своеобразный опыт метафизики, который может философию здесь эксплуатировать. Исключающее наблюдение связано не с тем, что я ввожу его только, а что в рамках этой литературной традиции это исключение каждый раз возобновляется. Гоголь возобновляет традицию исключения тех памятников, которые вокруг него, вообще создает часть литературного опыта. Я уже не говорю о Достоевском, я не буду это продолжать. Может быть, для кого-то это не очевидно, но для меня это очевидно, и как-то не хочется это больше обсуждать. Мы можем концу с этого дискуссии. Исключающее наблюдение еще связано с тем, что я помогаю понять, я фактически занимаюсь тем, что я просто хочу понять, каким образом устроен каждый литературный опыт. И в этом смысле я не выравниваю на переходах всю эту литературную традицию, другую литературную традицию, а стараюсь разбирать каждую литературу как уникальное, абсолютное явление и, по сути дела, существующее внутри себя и только для себя. И в этом смысле я в конечном счете прихожу к такому наброску, связанному с развитием так называемого литературного мимисеса, который, я считаю, главным является основным моментом вот той метафизики литературы, которую я вот здесь представляю. Это в отличие от традиционного аристотельского мимисеса, подражания, можно ввести другие формы миметического отношения между литературным произведением и реальностью как таковой. Реальность как таковая, естественно, очень двусмысленный термин, но, тем не менее, я пока им всего удержусь. И первое, с чем сталкивается литературное произведение, особенно классический опыт, оно хочет стать реальностью. Весь литература центризма заключается в том, что традиционная литература образцов, она просто не отличает себя от реальности. И в этом неотличении себя от реальности, она и создает миф литературы, мифоцентрацию такую. Мы можем это обсуждать. Значит, это мимисес, который я считаю внепроизведенческим. То есть фактически вот этот жанр можно так вести, где, по сути дела, есть только одно отношение, а все остальные отношения, которые возникают внутри произведения, миметические отношения, миметические отношения с другими произведениями и так далее, они просто устраняются в пользу главного, полного отражения реальности. Это не заключается в том, что эти образцы как бы решительным образом добились этого. Нет. Просто фактически потенциально и вообще как бы изначально тенденция идет к тому. Литература должна быть той реальностью, которая, в общем-то, является нам более высокого класса, высокого качества, нежели любая другая реальность, которая встречается вот так реально. Вот эти три формы миметических отношений, они действуют в рамках другой литературы, не образца литературы, нескольным образом. Дело в том, что здесь главное внутрипроизведенческий мимесис, здесь главное сохранение вне произведенческой культуры и литературы как таковой. Поэтому внутрипроизведенческий мимесис, он является тем основным упором сопротивления по отношению ко всем формам принудительного вне произведенческого условия мимесиса. И еще один очень важный факт, это межпроизведенческий мимесис, который как раз возможно с точки зрения изначальной какой-то формы интуиции и инстинкта миметического чувства вообще как такового, является более изначальным, потому что все начинают формировать свой творческий опыт через другого, просто через плагиирование, через подражание, прямой уход в другую традицию. И, по сути дела, многие из менее талантливых писателей так и гибнут, оставшись в этом межпроизведенческом мимесисе через неудачное плагиирование, повторы и, к сожалению, исчезают во времени. Потому что вот я как раз есть такая книга 900-го года, может быть, многие ее видели когда-то, я все время привожу этот пример, там приводится 300 русских писателей 19-го века. И сейчас из этих русских писателей осталось просто жалкое горстко. Других мы не знаем. Они погибли, растворились, исчезли. Почему с ними это произошло, непонятно. Почему они не воспроизводятся нигде, не переводятся, у них нет, у них погиб автор, у них погибли читатели. Ну, это, в общем, полное разрушение и полная такая вот на самом деле культурная катастрофа, которая, в принципе, сама литература применяет как счастливое избавление от балласта, то есть от того, что, собственно, не нужно для ее развития и для становления образцов. вот эти моменты я сейчас уже буду, так сказать, завершаться, потому что я неправильно как-то начал углубляться, и я не могу так быстро пробежаться, надо все это объяснять, к сожалению. Вот. Поэтому, может быть, мои содокладчики и выступающие, кто знаком с моими текстами, выскажут замечания, а я постараюсь на них как-то отвечать. Ну, что я еще хотел сказать, здесь очень важный момент, связанный с тем, что в рамках вот этой традиции литературной, о которой я говорю, я повторяю эти фигуры, потому что это фигуры не просто имена писателей, это блоки литературного опыта, громадного литературного, кумулятивного литературного опыта, который неожиданным образом они все включали. Это Гоголь, это Достоевский, это Андрей Белый, Андрей Платонов и, конечно, вся группа Абериутов. Плюс всякие вторжения, вхождения и так далее. Но, на мой взгляд, из моей исследовательской программы следует только одно, что все эти литературы — это архипелаги, они носят уникальный, абсолютный опыт вот как раз борьбы с империей, на мой взгляд. Скрытая такая борьба с империей, которая не вызвана какими-то политическими вообще потребностями, а просто вот такой вот непрерывной атакой восстания на политизацию, на присвоение литературы как некоторой формы реальности. И здесь я хотел бы вот один момент очень важный указать, что фактически для каждого этого литературного архипелага существует некоторая форма регрессии, которая указывает на ситуацию изначального миметизма. Форма регрессии, которая заключается в том, что я называю изначальным таким почти животным миметизмом или то, что сегодня начали называть биомиметизмом. Эта метафизика начинается там, где мы обнаруживаем следы этого отступления, этого регрессии. Например, у Гоголя за какими-то очень удачными метафорами скрывается подлинное чувство ужаса и метафизики страха. Невероятно проникновенно через совокупность метафоров и других возможностей его языка выстроен. Это вот важное для меня очень важное наблюдение, что там, где мы выходим на первоначальное чувство писательское, там, где мы обнаружим его форму отстранения, которое заключается, например, у Андрея Белого есть роман «Петербург», как вы знаете, который весь построен на тончайших нюансах мимикрии взрыва, как физиологического явления, как культурного, как символического. Это вибрирующий, бессмысленный литературный опыт, который отсутствует вообще наррация. В принципе, это нечитабельный опыт, и никто его не читает. А если его читает, как вот читал великий наш литературный ветер Долгополый, так он выдумает все за Андрея Белого в качестве наррации. Наррации там нет. Там есть борьба как раз с наррацией. И попытка выяснить вот это метафизическое основание человеческого существования, потому что литература конца 19-20 века не чувствовала себя какой-то второстепенной ветви культуры и никогда не отступала перед своим первенством. Она была первой. Философии вообще не существовало в таких претензиях. Ну, давайте, я закончу пока. Спасибо. Я вот думаю, что какие-то вопросы, Александр, я не знаю. Как вы делаете? Сейчас действительно как бы содоклад или вот такая развернутая общая реплика как вот Анки, уже не один год знакома с Александром и с его творчеством. Я должен сказать, что сейчас готовится перевод одного из книг Миссис с Анонимен. И на танце, можно сказать. Самое активное участие в этой работе и как редактор, и как переводчик, и как теоретик. Вот. Также я хочу сказать об этой книге, да, можно сейчас антропограммы, которая как раз специально к нашему круговому столу. Не все, конечно, ее получили своевременно, но это как раз, насколько я понимаю, попытка начать вот этот, даже не то, чтобы диалог, сколько попытка Александровича выйти к своим читателям, утраченным 20 лет назад, там, в силу ряда событий, в общем, политических. Пожалуйста, Данке. Большое спасибо. Я, скорее всего, хотела говорить о том, как соотношение литературы и философии определяло практику чтения Валерия по дороге намного раньше, чем оно стало объектом его теории, как теперь только что вышедшие книги антропрограммы. И программой этой теории, которую он следовал до сих пор в семи книгах своего опус «Магнумемисис», он сам в некоторых местах называет поэтической антологией. И это тот пункт, на котором я хочу сконцентрироваться. Это выражается, например, в его чтении поэтической антологии Фёдора Достоевского, которую мы именно, как Игорь Чубаров уже сказал в переводе Анни Шлосбергер, издаем на немецком языке в издательстве Диафонез. Клан и дремя, как гласит немецкое название, апеллируя Хайдегер, движутся кругом вокруг того решающего события эпилептического спада, который определяет письмо Достоевского. Эпилептическая атака не только стоит в начале творчества, она сопровождает письмо во всех его формах и стадиях. Сны, которые занимаются этим ужасающим событием, определяют форму письма так же, как долги характеризуют его экономию и спекуляция определяет ее временность. Поэтическая антология у Валерия по дороге не означает, что само событие обладает хаотическим качеством, которое литературное творчество только меметически передавало бы. По его мнению, событие является изначальным пунктом психомеметического процесса, который определяет творчество до конца. Ни событие эпилептическая атака ни письмо не подчиняется власти субъекта, не следует нарративу, его биографии и не подаются кронологическому порядку хода его жизни. Вместо того, по дороге следуют антологии литературного текста. Он следит за именно теми импульсами письма, которые находятся вне контроля субъекта и власти авторской интенсиональности. Некоторые из мотивов, которые Валерий по дороге собирают в своем чтении Достоевского, занимают его и в своих других томах многотонного не месяца. Саму большую близость к вопросам времени и плана, которую мы находим в четвертом полутоме, который в частности посвящен политической антологии группы Аберю. По дороге читает их совместно с экспериментами сюрреалистов с объективным случаем. В понимании сюрреалистов и счастливый, и несчастный случай выявляют возвышенную объективность, потому что оба превращаются в события в судьбу. Здесь появляются ассоциации по отношению к спекулятивной философии Квентинамия В своей книге «Число и сирена» в 2009 году этот современный французский философ анализирует поэму Маларне «Инкуде дэй» и переходит к удивительно схожим результатам, которые подчеркивают подорога в поэтике Достоевского. Случай не подается эффективному прогнозу с помощью вычисления вероятности. Его можно спровоцировать только путем провокации ошибок или даже целой методологии ошибок. Это ошибочное поведение, скверное описание, само ошибочное письмо, которое в русском модерне от Достоевского до Абелиутов встречается в повышенном количестве, является поэтическим феноменом и разделяется в местную антологию событий. На связь между отдельными мотивами поэтической антологии и его концепции литературы Валерий Подорога указывает в своем предисловии к Мемесису. В этом предисловии он развертывает три базовых аспекта Мемесиса. Он об этом тоже уже сказал. Первый слой Мемесиса восходит к аристотелевской поэтике и развертываем Эрихом Аурбахом эвакуации вероятного мира в литературном тексте. Пол Рейкер уже ставил вопрос своего рода поэтической антологии, когда спрашивал на базе теории Аристотлии Арбаха, как Мемесис создает наш опыт времени тем же, тем, как он его изображает в литературной фабуле. Поэтический момент Мемесиса выявляется более отчетливо во втором аспекте Мемесиса, который он считает автономным слоем литературных произведений как таких самих. Поэтически здесь произведение выступает как монада, которая, несмотря на то, что она без дверей и окон, все-таки содержит весь мир в себе. А третий слой Мемесиса также ссылается на автономную историческую, еще более точную литературную историческую диапазон или измерение произведения. Он описывает тот слой литературы, который создается из самой литературы, которую мы знаем от формалистов литература создается из литературы. Ему соответствует психомиметический нарцизм, эхо одного произведения, которое слышно в более позднем, и отголос от оригинального голоса, который мы слышим во всяком эпигонстве, и который, по-моему, является причиной того исчезновения, о котором в «Арифе по дороге» я бы что говорил. здесь имеются в виду цитаты, апроприации, адаптации, ну и модернизации, споры, пародии и враждебная критика. Все три слоя мемесиса можно было бы наглядно объяснить, имея в виду двойник Достоевского. Он создает с одной стороны поэтический мир совершенно своеобразного Петербурга, который мы себе представляем Петербург 1840-х годов. Во-вторых, представленный мир текста целиком развивается из черной кареты, которая описывается в начале текста, и которая дает образ текстуальной монады. вопрос, выходили мы вообще бы на один момент из галлюцинированного мира обезумевшего героя, то есть имеем ли мы перед своими глазами только его представление Петербурга, в конце не разрешается. На третьем же уровне мемесиса текста состоит именно из меметических отношений к Гоголевскому тексту, а именно к запискам сумасшедшего. В начале своего предисловия Валерий Подорога также ставит мемесис в контекст более широкого поля так называемого антропологического анализа и антропологической аналитики литературы. С этим методом он уже в начале 90-х годов занимался наиболее наиболее важным переопределением классических вопросов марксистско-литературной критики, в особенности концепта реализма литературы по отношению к миру, отображением которого она будто бы является. Хотя вне мемесиси еще чувствуется идея подражательности, которая определяла понятие литературы как отражения действительности. Но если мы смотрим на это из антропологической перспективы, мы, конечно, видим, насколько всякое подражание в общем включает в себя субъекта, который создает образ мира. Каким образом? Образом себя. В биографии произведения, о которой говорил Олег Арансон, слыша эхо этого вплетения субъекта в образ, создаваемый им самим и который говорит голосом произведения. Работа, во время по дороге, развивается параллельно к ставшей более и более настойчивого вопроса об образе самого себя постсоветского настоящего. Московская мастерская визуальная антропология собирала в 1993 и 2004 годы философов и художников. Совместный диагноз кризиса, репрезентации и отход от классических форм выставки в лик размышления акционистских и интерактивных формах искусства. мастерская визуальная антропология нашла своих предков в европейском ситуационизме и в искусстве перформанса, которое она развивала дальше. Практика искусства и анализ сплетлись друг к другу и создали утопический образ самосознательного мемесиса, человек, который творит себя по своему собственному образом. Возглавляемые Валерием по дороге сектора аналитической антропологии Института философии Российской Академии наук собирались в основном философы, которые сформулировали свое понятие исторической и современной антропологии на материале разных искусств. Они разработали своеобразную форму философии искусства, которая встречается с аналитикой по дороге и на почве размышления о формах политического сообщества. Понятие антропологии у по дороге включает политическую позицию, которую несколько лет тому назад озвучил также Жак-Рансиер. Рансиер видит эдетический корень политического в разработке новых форм субъекта и субъективности, которая, следуя Лакану, определяется своим объектом так же, как и своими соотношениями с другим. В сообществе с другим он определяется порядком политического. Когда советская система в начале 90-х годов с бешеной скоростью разлагалась, показалось, что социальный опыт Homo Sovieticus был до сих пор совершенно неописанным. По ту сторону символического соотношения к миру открылся новый горизонт невиданной феноменологии субъекта. Политическое измерение Homo Post Sovieticus во взгляде назад выявляется даже более четко, если мы имеем в виду, что эпоха прорыва в России закончилась и уступила место сегодняшней регрессивной политике. Валерий Подорога продолжал в этих условиях свою работу антропологической аналитики и из нее разработал теоретическую перспективу на настоящую русскую культуру. Его текст «Господин Монстр», вышедшим в прошлом году в журнале «Синий диван», он рисует образ актуального московского культур-космоса, в котором монстр фигурует как антропа с настоящего времени. Остается, на мой взгляд, надеяться, что политическая антропология Валерия Подороги обозначает какой-то остаток реального в теперешнем культурно-политическом темате России, и что русская философия не возвращается к эзоповскому языку прежнего времена, а ведет к развитию нового политического субъекта. Валерия Подороги Валерия Подороги Валерия Подороги Валерия Подороги Валерия Подороги Валерия Подороги Валерий Подороги Валерий Подороги Ну, вообще, я не готовил большого выступления и не думал, что меня так чуть ли не первым подвинут за этот стол. Поэтому только несколько таких коротких, коротких соображений. Причем это соображение, понятно, не философа, к которым я не являюсь ни в каком отношении. Соображение не филолога, к которым я тоже не являюсь. Это что-то скорее, что-то вроде замечания социолога культуры, который так или иначе работает или пытается работать со смысловыми образованиями и, значит, где-то примыкает к той работе, которую ведет Валерий Подорога и его коллеги со стороны философии и которую отдельные осмысленные все-таки филологи ведут со стороны филологии. Значит, для меня этот проект, который сегодня так или иначе обсуждается, вот, это проект очень притязательный. Вот, и мне это чрезвычайно нравится, этим он меня подкупает. Вот, это в каком-то смысле для меня, все, что буду говорить, это очень такая, как-то, индивидуальная, индивидуалистическая точка зрения. Никого не представляю. Это попытка переосвоения русской литературы, а может быть и шире литературы в целом, как определенной области смысловой работы, поверх имеющихся интерпретаций русской литературы, исходящих из литературы, со стороны науки, со стороны даже отчасти и политики, политической науки и ряда других специализированных дисциплин, как бы поверх них, но таким странным образом поверх, что опыт вот этой работы литературы над литературой и наук над литературой тоже некоторым образом, нет, не тоже, а просто он учитывается, но учитывается очень специфическим образом, о чем я дальше, может быть, несколько слов скажу. Вот. И только, как бы, очень важна оговорка для меня, как для социолога она чрезвычайно важная, что речь в данном случае в этом проекте и в других примыкающих к нему работах Валерия по дороге, и в какой-то мере его коллег, это аналитика, это аналитика творческого сознания, да, вот, это аналитика творчества. Я как социолог имею дело с обычным человеком, не творящим, вот. Вот. В этом для меня огромная трудность, вот, в этом переключении от обыденности к литературе, от обычного человека с улицы к человеку, творящему литературно. Значит, мне кажется, что я бы для себя это определил, как бы, направление этого проекта, некоторая траектория, которая им, или даже русло, которое им намечается, как, ну, немножко перефразирую название кантовских критик, как аналитику способности литературного представления, или литератур, еще лучше, литературного предъявления, явления чего-то средствами литературы. Но прежде всего, и это для меня, как социолога культуры, наиболее важно и значимо в этом проекте, это не столько, как мне кажется, может быть, Валерий Александрович меня поправит, это не столько аналитика, или не только аналитика текста, сколько аналитика его как действия. В этом смысле вопрос не классический для, там, скажем, русского формализма, или отечественного структурализма, как устроено, как сделано, а вопрос, как делает, как работает, как воздействует. Вот, в этом смысле, просто параллельно, чтобы стало, может быть, немножко понятнее, был такой недавно умерший замечательный французский переводчик и теоретик перевода, и лингвист, выдающийся, Андрей Мишоник, вот, он был одним из крупнейших переводчиков, в частности, Библии, он говорил так, я перевожу не то, что слова значат, а то, что они делают. Это чрезвычайно важный поворот, мне кажется, поворот в разговоре о литературе может быть шире об искусстве, может быть, шире о культуре, вот, не как она устроена, а что она делает, и как она делает то, что она делает. Еще одна литературная такая цитата, замечательный один из любимых моих польских поэтов, Болеслав Лесмин, он говорил, что, конечно, в каждом стихотворении есть форма, конечно, в каждом стихотворении есть содержание, но самое важное стихотворение – это материя. Посредством каких чувств, впечатлений стихотворение исполняет свое содержание? Вот исполнение содержания, собственно, мне кажется, и является той материей, с которой работает Валерий Подорогу в своем проекте. Причем, с одной стороны, здесь для меня есть некоторая параллель, ну, ее и сам автор несколько раз отмечает, вот, параллель с тем, что делает феноменология с литературой, вот, включая уже, как бы, постклассическую феноменологию, уже нынешнюю, как бы, постфеноменологию, да, вот, который уже радикально ставит под сомнение или ставит в скобки уши и саму направленность сознания, не только докса, которые, так сказать, мешают увидеть вещи, как они есть, вот, но и саму направленность сознания, видя в ней определенные структуры, сформированные и предзаданные в этом смысле мышлением. Вот, и вторая параллель, просто по моим занятиям уже в социологии и литературе, вот, это немецкая эстетика воздействия, опять-таки, в ее более радикальных, уже более поздних, по отношению к яусу, работах современных. Меня здесь интересует вот эта сосредоточенность на литературе как действия. И в тех авторах, на которых я ссылаюсь помимо Валерия Бодороги и в его, как мне кажется, работе в этом проекте, делается, в конце концов, одна чрезвычайно, казалось бы, понятная, но, мне кажется, крайне редко делаемая вещь, а именно, литература берется в ее автономность. Мы как бы привыкли уже после формалистов считать, да, вот, там, литература действительно автономна от реальности, но здесь берется автономия литературы не в манифестах литературных, выдающихся таких литераторов, как, там, не знаю, даже, там, Бодлер или, там, Маларме или, не знаю, Валерий и прочее, а автономность берется на уровне того, как, какими механизмами движется или какими средствами движется сама смысловая материя в литературе. То есть это воплощенная самостоятельность литературы, самостоятельность литературы воплощенная на уровне словесного движения в произведении. Вещь, вообще говоря, чрезвычайно редкая в том смысле, что работа с тем, что это значит, она есть, а работа в том, что здесь происходит, что здесь делается, вот, она чрезвычайно редкая. И вот этот уход, мне кажется, совершенно сознательный у Валерия по дороге от того, что что-то отсылает к другому, что-то отсылает к означаемому и так далее, уход к тому, что здесь происходит, что здесь делается, мне представляется во многом пионерским для, или пионерным, как теперь принято говорить, чтобы не путать с пионерским, вот, пионерным для отечественной традиции мыслительной, и для меня одна из главных заслуг этого проекта. Значит, у меня есть некоторые соображения по поводу двух литератур, вот, но на это я не буду отвлекаться, отвлекаться, это, как бы, предмет вообще специального разговора, для меня литератур вообще существует много, вот, в принципе, много литератур, и вот те две литературы, о которых говорит Валерий по дороге, да, для меня входит в некоторый перечень, он гораздо длиннее, чем две позиции, но это другой специальный разговор, сейчас на это не буду отвлекаться. Второй момент, который, или третий момент, который мне хотелось отметить, это работа со временем в тех литературных образцах, которые Валерий для себя выбирает. Вещь чрезвычайно трудная, трудная потому что, ну, в частности, потому, и фенология, вроде бы, этому, на эту мысль наталкивает, что, вообще-то говоря, в фантазировании, то есть в работе вот с фантазийными объектами, в принципе, ведь точки начала нет, нет точки настоящей. Вот, в этом смысле в работе фантазирования свое время, и вот этот выход из времени, как априорная форма созерцания, с одной стороны, или как способ организации опыта в биографию, там, историю, судьбу и прочее, выход в свое время литературы, вот, мне кажется, крайне важным. И это действительно, в этом смысле, как бы радикальная феноменология. Вот, здесь феномен и есть феномен. Вот, он ни к чему не отсылает и ничего не означает. Он действует, он работает. Предпоследний, предпоследний пункт. Значит, Валерий Александрович не раз возвращается и в этой самой вот своей маленькой книжке, которую он сегодня нам щедро раздал, и в проекты в целом, он возвращается к такой мысли, что очень важно заниматься тем, что есть в литературе, но важно отметить, чего в ней нет. Вот, и это такая же содержательная вещь, как то, что в литературе исследуемой есть. Я хотел бы отметить несколько пунктов, которых нет в проекте Валерия по дороге, считая, что они в этом смысле чрезвычайно значимы. Для меня было бы интересно, если бы у нас была возможность очень длинного и очень специализированного разговора обсудить, почему этого нет, почему это не востребовалось. Ну, скажем, среди ходов, вот тех четырех, которые Валерия по дороге намечает, символ, метафора и далее, вообще говоря, нет пародии. 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 А для литературы, вошедшей в эпоху модерна и ставшей в этом смысле как бы воплощением, одним из воплощений модерна, вообще говоря, пародия – это неотъемлемая часть литературной работы. Вот. И причем наиболее интересное здесь, и об этом мне приходилось, ну, не буду ссылаться, но приходилось писать. Вот. Самое интересное здесь, по-моему, это так называемая пародия в отсутствии оригинала. Это вот случай Зощенко, да, он никого не пародирует, он не пародирует никакую готовую литературу, но мы понимаем, что перед нами пародия. И эта пародия рождает тот образ, который она пародирует, и которого в реальности не существует. И он нам важен вот в этом своем отсутствии, этот создаваемый образ. Второе. Тоже очень важное, и что мне вообще кажется очень характерным, в частности, ну, как бы для отечественных способов работы с литературным материалом. Здесь нет поэзии. Я уже обращал тупрюк к книге Сергея Николаевича о сакральном, вот, и повторю его здесь. Вот. Мне это кажется чрезвычайно важным, потому что поэзия, ну, важным вот почему. Потому что, с моей точки зрения, поэзия, ну, поэзия понятна какая, да, рэмбо, вот такая поэзия. Слаб и дальше. Значит, эта поэзия дает выход на те временные структуры, которые следуют по дороге, самым прямым образом, в отличие от повествовательной, так или иначе, литературы, которой даже в случае Достоевского или Гоголя вынуждено бороться с повествованием, чтобы выйти на вот эти вертикальные структуры временения. Поэзия это делает на раз. Это, собственно, и есть ее способ строить смысл. Вот. Поэтому, мне кажется, поэтический опыт чрезвычайно важен для, и совершенно не случайно он оказался очень значим для европейской философии западной, ну, западной европейской, философии 20-го века, особенно второй половины, вот, да, собственно, и первой тоже. Вот. Это вещь не случайная, и это чрезвычайно интересно. Последнее, чего нет, но это уже скорее вот как бы не совсем честный укор, потому что это укор, так сказать, социолога-философ, что, в общем, не очень правомерная вещь. Я бы сказал, что для меня как социолога очень интересно, что в этой книге, в этом проекте, ну, может быть, с половинным каким-то исключением, нет советского. Советского. Нет. Я понимаю, что оно исключено не случайным образом. Конечно, конечно, Платонов, скажет Валерий Александрович, и отчасти будет прав, это есть то половинное исключение, которое я имел в виду. И вот это для меня был бы, конечно, просто лакомый кусок для обсуждения, потому что вот мне это хочется, несмотря на глубокое отвращение, мне это хочется заниматься именно советом. Для меня это, в любом случае, интересно. Вот. И последнее. Значит, я именно потому, что Валерий по дороге избирает вот эту другую литературу, он ее несколько раз называет нонолитература, или там малая литература, что вот малая не кажется, в смысле, точным, но, опять-таки, это предмет для отдельного разговора, мне, это для меня характеризует весь замысел и его исполнение, как вообще-то говоря, некоторую иконоборческую такую процедуру, да. Вот. Я сам очень симпатизирую иконоборцам, но понимаю значение иконопочитания. Вот. Но стою на стороне иконоборца. Вот. Значит, поэтому мне еще и этим импонирует крайне этот проект. Мне интересно, в частности, как по дороге здесь работает, и это было бы тоже отдельным предметом обсуждения, как он работает с авторами, не литераторами, а учеными, от медиков до филологов, которых он привлекает в качестве своего материала. Вот. Вообще-то, говоря, он их расковыщет. Он не работает с ними в кавычках. Он не берет это как цитаты из сочинений специалистов. Он берет это как выражение некоторого опыта, который, собственно, и есть его предмет. И это последнее суждение моё. Опыт – чрезвычайно важная часть литературы. Это то, без чего литературы не бывает. Но есть вторая составляющая литературы. Она называется культура. Вот. Опыт, не закрепленный в культуре, в частности, в институциях, как это писал Мерло Пунти, вот, неподдержанный, не удержанный и невоспроизведенный институтами, ему грозит судьба вот тех 3000 или 300 писателей, да, русских, которые были упомянуты XIX века, вот, что тоже могло бы быть предметом, вообще говоря, отдельного разговора. Мне чрезвычайно важно, что, например, победившая классика в XIX, а потом в XX веке, и поддержанная, конечно, победой советского государства, советской школы и так далее, и так далее, вот, фактически отрезала просто несколько направлений литературной работы, которые были чрезвычайно важны в XIX веке. Была отрезана вся фантастическая линия, Адоевский и так далее, как идеалистическая. Была отрезана линия Вельтман, Дальн и так далее, орнаментальной прозы, вот, которая как нереалистическая, соответственно, была удалена. Очень интересно посмотреть, каким образом, сказать, обрубался, отпиливался вот этот самый ствол литературы, с тем, чтобы он превратился в нормальное, хорошее бредно. Вот, очень интересно на это поглядеть. Большое спасибо. Спасибо большое. Мы, конечно, говорим, что не готовы, что иметь такие важные затронули. Ну, как говорил один немецкий москвистец, Бог готов, мы не готовы. Да, ну вот мы, конечно, своего, можно сказать, философского лагеря, или там, цеха, всегда имеем некое предупреждение в отношении коллег, социологов, филологов, но уже сегодняшние, вот, первые такие выступления показывают, что все-таки эти усилия, они проходят даром. У вас такой рефлекс литературы с стороны Владимира Александровича, его школы, и не только книги читаются, но, как уже можно видеть, и полемика какая-то начинается, наконец. И вот я надеюсь, что Сергей Николаевич, которому уже время выступать, зная его полемический характер, несет это своё дело. Вы, наверное, тоже будете висеть, Да. Значит, я филолог, специалист, меня слышно, специалист по теории литературы, и моя задача в этом, в этом, моя работа в этом собрании совершенно очевидна. Попытаться перевести работу Валерии по дороге на язык филологии, найти её дезоргических революций. Пусть не обижается меня на философы за мою мастеремонность, но, на мой взгляд, такая операция межсторонной транспозиции на самом деле очень лёгкая и удобная. Для кого? Для меня я тебе покажу. Это операция межсторонной транспозиции на самом деле оказывается вполне лёгкой и удобной. То, что работа Валерия по дороге поддаётся переводу на язык теории литературы, у неё есть вполне определённые аналоги в работе теоретиков литературы. Об одном аналоге уже упоминали говорившие до меня, и он совершенно естественный, и осознаётся самим Валерием Александровичем, это, разумеется, русский формализм с его теорией динамической формы. Понятно, что задача по дороге мемесиса это именно описание некоторых аспектов динамической формы теоретического произведения. В этом смысле сказано только что Борисом Любином о стремлении уловить то, что делает литература, а не то, что значит. Оно, конечно, абсолютно справедливо, это главный пафос этой работы, но, собственно, это было и пафосом работы русских формалистов. Другое дело, что подход по дороге вернее круг исследуемых им феноменов шире, чем русских формалистов. Русские формалисты были спецификаторами, они занимались литературу как языковой факт и описывали динамическую форму прежде всего как форму текста, форму словесного. Они не включали, даже бывало, что исключали намеренно из своего рассмотрения элементы формотворчества, которые содержатся в литературе, но не имеют словесного характера. Ну, скажем, пространственные, зрительные и тому подобные динамические факторы. Вот как раз заслугу по дороге в том, что он расширяет это, опираясь , разумеется, на сделанные формалистами, расширяет это на гораздо более широкие сферы эстетического опыта. Но есть еще вторая традиция, которую по дороге продолжает, по-видимому, менее осознанная и тем более интересно, как это получается. Это традиция советской теории реализма. Скверное понятие. У него плохая история, плохая наследственность. Его толковали так и сяк в криве в кость толковали в XIX веке то через изображение низкой действительности, то через риторическую типизацию, то через типические характеристики обстоятельств и если вы помните Энгельс, то через семиотику нематимированных деталей, то, что Барт последствий назвал эффектом реальности. Советская теория литературы поступала с этим термином тоже очень по-разному. Она пыталась его догматизировать, свести каким-нибудь псевдосоциологическим схемам, выдаваемые за марксистские. Но в то же время было довольно много попыток, они редко бывали открытыми и чистыми от догматики, такова была особенность советской коммунитарной науки. Попыток отступить от этой догматики и попробовать дать более живую, более продуктивную теорию реализма. Понятие реализм как попытку воссоздания не унылой объективной действительности, которая где-то там вне литературы, а воссоздание самого опыта, переживаемого человеком в столкновении действительности. Передать тот, например, опыт, в котором Горький, сам, кстати, характерный представитель реализма, вспоминал, как он в юности, прочитав хорошую книгу, смотрел страницы на просвет, пытаясь понять, как это автор сумел так его впечатлить. Артемно-миметический жест, правда ли? Воссоздать буквально вручную, наглядным образом некоторый опыт, уподобиться писателю, который вот это написал между строками. И в советской теории, которая вообще история довольно любопытна и мало изучена. Были целый ряд теоретиков разной степени одарённости, разной степени просвещенности, которые по разному пытались трактовать понятие реализма. Понятие реализма пытался серьёзно трактовать Бахтин в некоторых своих работах. Понятием реализма занимался, например, Георгий Девитович Гачев или такой поиск уже с теми забытый теоретик как Семён Теодорович Флаймон. Слабостью этих концепций чаще всего было то, что их авторы были филологами и филологами замкнутыми на своей науке и преимущественно классической философии. У Валерия по дороге стартовая позиция подходит к проблемам более выгодная. Он опирается не только на пластическую но и на современную литературу а, извините, философию, которая даёт ему не только стандартные для русской критики органицизские модели ими по преимуществу исчерпывалось лучшей советской теории реализма но и новые модели метафоры концепты позволяющие именно уловить процесс образования художественных форм. При этом улавливаются и образы образ тоже, слово, нехорошие с плохой наследственностью приходят всякие разговоры, что он значит то образы, которые ничего не отражают ничего не изображают а лишь образуют форму и опыт их переживания только что Валерий Александрович говорил в ступистом слове, что для традиционной теории литературы литературы есть реальность для классической литературы конечно с тем так литературы отражает непосредственно реальность это конечно плохая концепция а вот та динамическая концепция которая развивает по дорогу следуя рядом своих предшественников это концепция литературы которая конечно же является реальностью но это реальность опыта реальность переживания реальность происходящего в этом смысле само понятие мимисис которое восходит конечно есть не столько Кояру Кэриху Ауэрбах сколько Холю Рикеру там есть ссылка довольно глухая на него в предисловии первого тома мимисиса и самая нумерация мимисис в 1, 2, 3 она конечно только не она конечно очень наводит на мысли о книге время и рассказ вы уже извините а кроме того есть и другие схемы тоже современной философии которые прекрасно оказываются применимы как анализуемся которые прекрасно работают в ней например теория машин Белезу и Симандону Платонова или скажем меметический конфликт по Шерару Лостоевского и Гоголя еще в качестве деконтекстуализации сделанного по дороге я конечно не упомянуть о параллельно работающем с ним во многом в сходном направлении и даже отчасти на сходном материале Михаиле Импольском некоторые работы просто смыкаются даже по своей тематике скажем в минисе есть глава раздел о аббериотах в импольском из книга о Хармсе в результате получается своеобразная своеобразная практика толкования литературы которую сам Борис называет антропологией и он конечно договариваться о том что значит это слово потому что эта антропология имеет мало общего с антропологией древних традиционных обществ имеет мало общества с позитивистской антропологией социальной жизни как ее понимают в современном англоязычном обиходе или как скажем она сейчас мотивируется в журнальной стороны обозрения скорее это антропология в немецком смысле понятие которое основано на спекуляции и интроспекции слушай это вполне продуктивная и действенная действенный подход и филология исследования литературы может и должна многое брать по дороге уже упоминавшиеся мною схемы модели выделенные выделяемые им в книгах русских писателей они конечно же должны быть усвоены и введены в систематическую работу литературы есть тут поискложности вот пример я о нем когда уже писал когда я цитировал первый том Мимисис вот говоря о Гоголе по дорогам блестяще разбирает мотив кучи в его художественном мире кучи как некоторые последующие не средними средними форменным предметом и бесконечной массой бесформенными но ограниченными и даже выводят интереснейшую алиматическую форму оказывается у Гоголевской кучи есть размерность перечисляет предмет предмет составляющую кучу Гоголев всегда остается в рамках 7 плюс-минус 2 элементов аппетита аппетита 9 замечательное наблюдение сразу очень хочется проверить как у других писателей других текстов других литературах и мы даже вообще вне литературы а в обычной негде тоже действительности когда люди что-то перечисляют сколько элементов они перечисляют на ком элементе они устают а вдруг мы имеем на самом деле не с индивидуальной особенностью Николая Васильевича Гоголя а с константой и национально-культурной скажем русской и даже вообще антропологической то есть общечеловеческой которая стоила некой лингвистической универсалии которые должны были букватисти лингвисты вот но эта проблема остается не затронутой в книге по дороге она нерелевантна для нее потому что это конечно естественно потому что подход его не на массированном обследовании источников а на вчитывании в конкретные отдельные особо значимые тексты и вот в подходе к этим текстам возникают серьезные проблемы это проблема двух сортов первый тип проблем это проблемы которые точно восходят к проблемам теории литературного реализма ну вот например я только знаю что вы не говорите теория реализма всегда основывалась на анализе немногих отдельных классических произведений никто никогда не пытался писать теорию массового реализма теорию реализма массовой массовой элитаристики все понимают что реализм бывает только у хороших исключительных писателей а у остальных что-то такое другое что реализм было бы не совсем уместно так так же и здесь мимесис исследуется на примере некоторых особо выбранных писателей и их отбор мало отрефлектировали не больше чем отбор классиков для исследования реализма массовая получается что массовая культура вообще культуру массовую культуру советскую которая поменял только что Борис Допин она как она и не реалистична конечно и наверное не миметична что-то другое происходит а что дальше мимесис обнаруживается судя по исследуемому по дороге корпусу текстов только в современной литературе а как встану вообще парадокс само слово мимесис придумали в античности и даже теория мимесис на которую дорога отчасти опирается а сам это явление художественного мимесиса то что называется внутри произведения мимесис были бы в древней литературе непонятно так что стратегисты из реализма сколько они пытались его растянуть это понятие на литературу до 19 до 18 до 17 максимум века получалось очень плохо притянуто за уши невыбудительно как того каково какие-то эти понятия исторически локализованные не универсальные а применимы только определенным эпохам еще опять повторяю замечание Боря Глубина проза миметична а поэзия непонятно миметична она или нет в смысле по дороге и точно то же самое было реализма проза прекрасно поддавалась по крайней мере во многих случаях по анализу чьи реализма когда с помощью литературы начинали изучать лирику это было просто святых выносить значит такое что и не все литературные дискурсы не все формулы литературы не все рода литературы поддаются в равной мере такому такому анализу я уж не говорю сейчас а драматургии тоже наступает теперь две традиции которые разделяют валяя Александрович Пидорова классическая литература и экспериментальная литература ну опять-таки кто любой живший в эпоху победившего социалистического реализма помнит что теория литература в то время четко разделяло две традиции современной литературы одна называлась реалистическая другая несколько по-разному чаще всего называли модернистской и это разделение проводилось очень изощренно как правило произвольно по идеологическим вкусовым критериям и предполагалось неявно хотя никогда бы не говори прямо поскорее как сквозь зубы что конечно реализм лучше модернизм хотя там тоже могли быть выдающиеся писатели но настоящий реализм реалистом не читает по дороге совершенно другие критерии отбора и тексты которые отбирают в крайней мере наполовину больше чем наполовину наверное относятся к тому что советская теория которая классифицирована как модернизм те же самые периоды и белый и патонов тоже но сама идея противопоставления более интересной и менее интересной традиции сохраняется и в общем очевидно что по дороге интереснее анализировать немедическую традицию нежели экспериментальную нежели то что называют подражанием образцам хотя замечу скобках подражание образцам это по самому смыслу слова тоже некоторая форма дни месяца которую стрелы тоже наверное описать в рамках разных видов его перечисленных по дороге она неустима то есть в развлечении двух традиций имплицитно заложено не только классификационное но и ценностное суждение что несколько мешает принятию безоговоров и кроме того само само слово традиция в книге к сожалению не обоснованно потому потому что традиция это нечто большее чем хронологически расставленная совокупность фактов произведений писателей для того чтобы имел место традиции нужно чтобы была еще и преемственность то есть доказуемые факты взаимовлияния писателей взаимодействия перенимания передачи друг другу тех временных приемов моделей жанров и тому подобное об этом кое-что в книге говорится приводится отдельный частный пример против приема пародии с пародированием Достоевским Гоголя но систематического исследования вопроса о традиции как передачи немедических науков умения не знаю как сказать все-таки нет еще проблема ну ладно то есть значит то что отрекся от наследственности рикера а я все-таки должен тоже снова к нему обратиться потому что рикеровские понятия мимеси очень своеобразные довольно странное понятие связано с понятием того что он называл мизом интриг создание сюжета создание интриги и мимеси фактически был директером термином позволяющим описать диагесис повествование так вот как ни странно явление собственно повествования в книге по дороге мимесис опять-таки систематически не исследуется даже говорил не знаю как это нет что в этих книгах вообще нет повествовательности а есть нечто другое не помнишь то есть повествование что мимесис в повествовании определять вообще невозможно правда ли это так и последнее собственно связанное с предыдущим замечанием с этим сегментом а если мимесиса история советский теоретический реализм всячески старались историю написать получил история как правило спекулятивная основанная на недоказуемых априорных суждениях все таки как правило из максистской догматики но все-таки само усилие написать связанную историю хористическое место было а вот если развитие эволюция совершенствование может быть и наоборот упадок усложнение дифференциация и наоборот синтез миметических методов миметических приемов это опять-таки непонятно а очень было бы интересно в общем обобщая эти проблемы связан которые мимедис-патология разделяется с теорией средской теории реализма я не просто очень хотел тем самым принизить роль принизить таким сравнением повторяю теорию советского реализма часто писали очень талантливые люди им мешало в этом дематическая остановка вокруг и нестаточная финансовская культура чего слава богу слава богу теперь помех нет не то по дороге так вот общее критическое если угодно замечание обращающие эти замечания связаны с тем что теория мимедис-патология описывает скорее парадигматику чем синтагматику культуры описывает некоторые очень важные типичные для нее для литературы типы опыта модели опыта приемы создания этого опыта и тому подобное но не способы их сочленения будь то в представительности догматики диригитиса или же в исторической синтагматике эволюции и последнее это некоторые приемы некоторые проблемы которые возникают уже не с не специфики не специфики реализма понимаемого как передача непосредственного опыта создания делаем делали произведения это хороший поделег реализм может быть наиболее толковости которая реально применял до сих пор так вот есть еще другие проблемы которые связаны просто с особенностями философии с проблемой философии когда она начинает заниматься искусством и литературой дело в том что факты литературы и искусства они частные конкретные они всегда индивидуальны созданы конкретным автором и конкретным обобщенным конкретным читателем но философия все-таки по своей традиционной специфики занимается универсальным обобщенным суждениями когда она начинает анализировать частные факты культуры она неизбежна ну если не теряет себя она попадает на чужую территорию отсюда всевозможные неискоржения но по крайней мере рискованная трансформация философии когда она начинает служить для описания уникального явления типичный пример многочисленные философские предисловия к каталогам художественных выставок это не я это не это не в одном случае тем не менее общая проблема философского описания комплектного текста она все-таки включает в ту же самую проблему когда философские понятия становятся не столь теряя обобщенность теряя отменной точности и поэтому читая книга книга по дороге мне все время поюши рекреции многих филологов которые ее читают и она естественна все время хочется попросить у автора разъяснений определений вот по декартовско с декартовским занудством пример Сергей Николаевич какой-нибудь пример я уже говорил потому что там не миссис филологи это обычно у вас большое а у нас очень маленькое но очень ценно а у вас большое не очень ценно а у нас маленькое и очень ценно поэтому мы никак не можем объяснить Сергей Николаевич и поэтому вот есть филологи знают что типичное представление о работе по дороге скепически отзываются о них потому что стружок признавая разумеется вполне талант и даже блеск многих анализов не видят каким образом эти изметы можно точно концептуализировать определить точно доказать применить другому материалу применить в коллективных исследованиях то есть научить другого подваться таким методом похоже что перед нами все-таки не настоящий метод каким он понимается в гуманитарных науках а некоторые опыты философской рефлексии и философской критики не боюсь такого слова по крайней мере для для филолога работа по дороге это скорее некоторый аналог критики очень необычные критики основанные на феноменальной просвещенности в абстрактной рефлексии но по подходу в подходе к художественному тексту скорее отвечающий литературно-критическим чем литературно-научно- спортсменский кектурно-напритическим спасибо скт м На время осталось, я думаю, что, может быть, мы сделаем небольшой...